айфоны ширпотреб, многие модели самсунга ширпотреб, сяоми, особенно редми ширпотреб. Удивлены? Вы не знаете, что такое ширпотреб? Тогда не выключайте этот видеоролик, все объясню. Приветствую любителей необычных китайских гаджетов. Бывают дешевые, бывают дорогие, бывают хорошие, бывают плохие. И бывают гаджеты, предназначенные для широкого потребителя, для большой аудитории. Именно это и называется ширпотреб. Это неплохое слово, это значит, что просто для широкого потребителя, для всех. А бывают настолько узконишевые устройства, что прям удивляюсь, кто же ими пользуется. На самом деле, ими тоже пользуются. И вот в этом видеоролике будет распаковка первых впечатлений о самом большом защищенном планшете. Если он вам не интересен, все равно можете досмотреть до конца, я вам как минимум покажу с помощью камеры этого планшета, где же я нахожусь и немножко расскажу, что же я тут делаю. Но для того, чтобы понять, насколько он большой, прежде чем я распакую его, он большой и тяжелый, покажу, какие к нему еще нужны аксессуары, для того, чтобы им было удобно пользоваться. Ну, для начала, вот такое вот есть устройство. Открываем, смотрим и понимаем, что это... Это ручка. Это для того, чтобы вот это прицепить к планшету и надевать на руку. То есть здесь планшет и вот так вот на руке, только так удобно носить. Вот такой вот есть, такая есть приблуда к этому планшету. Открываем вторую коробочку, что в этом боксе написано. Открываем и смотрим, что в этом боксе. Первое, что мы видим, это какой-то рюкзак. Да нет, не рюкзак. Сейчас посмотрим, что же это такое. Без чего же сложно использовать. Да, это огромное крепление для того, чтобы можно было вот так вот на спину его надеть и здесь прицепить планшет. Вам смешно? А представьте, что у вас на пузе будет висеть планшет. Подумали? Возможно, вам это понадобится. Возможно, вы еще не знаете, что нуждаетесь в этом. Но сейчас, досмотрев видеоролик, скажете, да, да, я хочу, я хочу эту штуку. И, я так понимаю, это как раз чехол, в который нужно вставить планшет для того, чтобы зацепить его на пузе. Не, я на самом деле вот так вот это немножко смеюсь, но это же реально полезная штука. Вот сюда вставляется планшет. И вы знаете, что такое вообще планшет? Ваши деды на планшетах карт разглядывали. Вот, вот сюда вставляем планшет, такая переносная, я не знаю, сумка, чехол, защитный чехол. Ну, я думаю, вы уже поняли. Да, да, круто. Ну, и сзади точно так же есть возможность ставить вот так руку, чтобы держать. Что здесь еще? Расстегнуть, вставить, застегнуть, закрыть. В конце видеоролика покажу, как же это выглядит у меня на животе. Ну, и, наконец, все, здесь больше ничего нет. Вот такие две приблуды могут понадобиться для того, чтобы носить вот этот вот планшет. Ну, и давайте уже раз, раз я взял эту коробочку в руки, сниму пленочку и глянем на сам планшет хотя бы быстренько. Ну, а потом уже перейдем на стол и там посмотрим повнимательней. Называется, до сих пор я не сказал, как он называется, да, Ulefone Armor P2. Производитель говорит, что это самый большой защищенный планшет на данный момент. Ого-го-го-го, вот такой вот он большой. И комплект поставки тоже необычный. Тут и отвертки, и еще одна ручка для крепления на задней поверхности. И какой огромный светодиод для подсветки. Комплект поставки, именно планшета. Вот предыдущие аксессуары это дополнительные фишки. А если вы покупаете планшет, то вы получите планшет. Вот такую вот рукояточку, инструкцию по применению. Еще тут какие-то бумажки. Бумажки разглядывать не будем. Зарядное устройство с надписью Ulefone Type-C. Разъем, выдающий максимально, максимально. Ой, ничего не вижу. Что максимально выдающее? Отвертка. Несколько болтиков. Иголочка для того, чтобы вставить симки. Да, это не Wi-Fi. Это 4G планшет с достаточно мощным процессором. 12 гигабайтами оперативной памяти. И вот такой вот кабель Type-C. Впечатлены? Да, я тоже впечатлен. Единственное, что мне до сих пор интересно. Что ж так мелко-то написали? Ничего не могу прочитать. 33 ватта, да? 33 ватта. Максимальная мощность зарядки. Не быстрая. Для такой-то батареи не быстрая. С трудом отсталаторовал. Какой же он тяжелый. Килограмм. Килограмм веса этого планшета. Это, наверное, самый тяжелый планшет, который я держал в руках. И почему-то он у меня оказался вверх ногами. Диагональ экрана 11 дюймов. Разрешение 1200 на 2000 точек. Это была максимальная яркость. Вот 50% так экран выглядит. И на минимуме, для того, чтобы ночью было комфортно. Я уже ночь с ним просидел. На минимуме вполне хорошо. Но сейчас на экран светит яркая лампа. Будем считать, что это солнце. В солнечную погоду надо смотреть вот так. На солнце. Обычно планшеты же на солнце не используют. Где-нибудь дома, в помещениях. Но это рабочие инструменты. Возможно, какому-нибудь прорабу. На стройке. Где-нибудь на небоскребе. В Арабских Эмиратах вполне может понадобиться. Для того, чтобы чертежи смотреть. Планы какие-нибудь разглядывать. Не исключаю. Поэтому яркий экран планшета нужен. Рамки достаточно большие. Но эту планшет не забываем нам вот так вот держать. Здесь нам совершенно не нужны никакие изображения. Они только все время будут мешаться. Особенно, если сенсор здесь тоже будет расположен. Хотя когда-то, говоря про идеальный планшет, я говорил, классно было бы, если бы весь экран был. Тогда мне сказали, что это невозможно. Но сейчас на телефонах практически 100% занимает экран. Но это телефон. А это все-таки планшет. Если держать его вот так, то над экраном камера 16 мегапикселей. И индикатор событий есть. Сверху, опять же, если мы вот так вот его держим, кнопка регулировки громкости. И не разъем, а контакты. Контакты расширения. Сюда можно подключить микроскоп, эндоскоп. Возможно, еще какие-то устройства есть. С планшетом они не поставляются. Покупаются отдельно. И они совместимы не только с этим планшетом. Но также с несколькими моделями телефона. Телефонов Юлифон. Хорошо, что они сделали все их совместимы. Одинаковые. Можно купить, например, к телефону. А потом использовать в этом планшете. Ну и мне нравится вот это вот расширение. Это, наверное, одни из немногих производителей, которые сделали расширение. Расширяемый такой планшет и телефоны. И это реально полезно. Эндоскоп куда-нибудь в двигатель пихать, как говорят мне зрители. В микроскоп разглядывать бабочек с детьми. Так, про эти отверстия поговорим чуть-чуть позже. Переворачиваем. С другой стороны программируемая кнопка на одиночное нажатие срабатывает. Можно это настроить. Здесь по умолчанию была лампа. Включается вот это вот. Обратите внимание, не сразу лампа включается, а запускается приложение. Можно регулировать яркость. Можно, чтобы мигала. Либо сос вызывала. Но давайте о лампе. Не сейчас. И кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Знаете, обычно такие тоненькие на мои облезлые пальцы не очень хорошо срабатывают. Но здесь есть нюанс. Я запрограммировал всего лишь один палец. И иногда она срабатывает на другой палец. Несколько ложных срабатываний было. Я очень сильно удивился. А, ну все. Превышено максимальное количество попыток. Поэтому придется входить с помощью ключа. Сбоку один динамик. С другой стороны другой динамик. Вот он. Динамики громкие. Сейчас продемонстрирую. Микрофон. И под заглушкой находится разъем для подключения гарнитуры. И USB Type-C для зарядки. Для OTG устройств. Винты можно подключать. Но я думаю, за 10 лет вы уже поняли, что можно в OTG втыкать. И с другой стороны. Вот здесь вот так же под заглушкой располагается слот для сим-карт. Который вот так вот. Можно подцепить пальцем. Поддерживается SD-карточку. И сразу две симки. То есть и две симки, и SD-карту. Насколько я помню, до 2 терабайт поддерживается SD-карточка. Собственным накопителем 256. Представляете, сколько можно информации запихать в этот планшет. Переворачиваем. Сзади тоже все очень интересно. Он защищенный. Вот это вот все резина. Есть четыре под звездочку. Вот они. Раз, два, три, четыре шурупчика. Для того, чтобы здесь можно всякие крепления устанавливать. Об этом тоже чуть позже. Вот этот вот блок. Большой-большой мощный светодиод. Вы уже только что видели, как он светит. К сожалению, этот светодиод нельзя использовать вместе с видеокамерой или фотоаппаратом. Хотелось бы включить эту мощную подсветку и поснимать видео. Но, видимо, перегревается блок или засветка. Или не знаю, по каким другим причинам сделали защиту. Только включаешь видеокамеру, выключается вот эта вот подсветка. Так что совместно использовать не получится. В качестве вспышки вот это вот используется. 48-мегапиксельные фотки делает и снимает 2К. Передняя камера снимает только Full HD. Хотя могла бы тоже, в принципе, 2К снимать. Вот такой вот большой, тяжелый. Можно держать вот так, когда нужна такая ориентация. Либо вот опять вверх ногами. Почему? Каждый раз, как я беру, он оказывается у меня вверх ногами. И я хотел еще поговорить вот про эти вот отверстия. Сверху 2 и снизу. Ну, или, короче, с одной стороны 2 и с другой стороны 2. Я уже показывал крепление. И вот можно сюда просто нацепить. Вот в эти вот отверстия защелкнется и будет ручка такая. Ой! Что ж, переходим к производительности. Производительность. Где тут Antutu? Вот это вот все стояло из коробки. Запускаем Antutu. И видим привычные нам... Нет, это не то. Привычные нам 400 тысяч баллов в десятом Antutu. Потому что здесь стоит Helio G99. Его сейчас пихают практически во все устройства. Китайцы либо он дешевый, либо такой прям удобный, удачный. На этом процессоре есть ядро 11-го Android. Поэтому все современные планшеты телефона, выходящие на G99, на 13-ом Android. Полистаем, посмотрим, что здесь 48 мегапикселей. Так, архитектура. Два блока ядер. Два ядра A76, A6, A55. Про Helio G99 уже не говорил. Только ленивый. И даже я тестировал штук. Не знаю, 5, 6, 10 устройств с этим процессором. Нормальный, шустрый. Никаких претензий к процессору нет. Поддерживается стабилизация видео. Вспышка есть. Конечно же стабилизация электронная, а не цифровая. Android. Посмотрим, что еще есть. NFC. В планшете есть NFC. Но это, наверное, давно стало стандартом. Даже в планшеты запихивают NFC. Это не только для того, чтобы оплачивать в магазинах. Также можно метки ставить, для того, чтобы переключать режимы планшета. Ну, я думаю, вы знаете, давно знаете, что такое NFC. Памяти 8 плюс 8. То есть физическая 8 плюс. Можно еще расширить 8. Ну и датчики. Гироскоп. Датчик тяжести. Акселерометр. Датчик давления есть. И переходим к софту, который в этом планшете есть. Как я уже сказал, Android 13. Но не чистый. Например, есть полезные инструменты. Эх, не переворачивается. Не так, не так, не переворачивается. Ладно. Компас. Транспортир. Датчик уровня шума. Ну-ка, насколько я громко ору. Нервные клетки повреждаются. Написано. Ничего себе. Вот это я орать. Навигация по умолчанию с помощью кнопок. Раз, два, три, четыре. Барометр есть. Но барометр работает честно, как-то странно. Вот сейчас показывает, что я нахожусь на глубине минус 14 метров, потому что давление, ну, очень высокое. Возможно, надо как-то калибровать. Но я этого сделать не буду. Есть электронный компас. Так что еще и не забудьте. Понятно, так как есть GPS, сюда карты можно поставить. Все что угодно. Кроме полезных инструментов, есть еще, конечно же, все сервисы от Google. И, 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 и. А, ну да, и вот дополнительно, это, конечно же, фонарик. Фонарик, он, правда, очень-очень яркий для кемпинга. Само то. Если зайти в настройки, в настройках, в настройках, что можно найти интересного в настройках. Ну, конечно же, Dura Speed. Куда же без этого. Китайцы ее пихают абсолютно везде. Можно настраивать какие-то. Короче, насколько вам нужно приложение будет выгружаться, если вдруг занимает память система, планшет. Беспроводное обновление пока не приходило. Вчера только распаковал нового, новой прошивки нет, безопасность, пользовательская кнопка программирования. Я уже неоднократно показывал, здесь ничего. Обратите внимание, хоть и на русском языке, но все-таки почему-то постремались написать на нормальном русском языке. С большой буквы не начинаются у них фразы. Хранилище, батарея, уведомления, подключение Bluetooth. Как видите, практически, практически голый Android. Общие впечатления первые. Ну, мощно, мощно, очень мощно. Очень большой. И надо показать, как он выглядит в сумке-переноске. Дополнительный чемодан нужен, чтобы его таскать. Да, без этого никуда. Не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп. Извините, я еще вам обещал показать громкость звука. Переходим звук и вибрация. Ох ты, на, вот. Перчатка для ловли планшета. Давайте попробуем поймать. Берем отверстие, находим. Совмещаем вот эти вот. Вот так вот. Раз. И с другой стороны защелкиваем. Раз, раз. Ура, мы поймали планшет. Так, раз, блокировать. Вот все. Нет, на другую руку. Вот так. Все, пожалуйста, пользуйтесь. Не потеряйте точно. Знаете, на телефонах есть напальчник такой сзади приклеивают. Ну, или в чехле встроенный. И постоянно палец туда просунув носит. А здесь просунув руку. Знаете, достаточно удобно. Не знаю, как насчет долгого использования. Но вот именно несколько минут подержать. Вот так держать намного удобнее, чем двумя руками. Вот так вот планшет. Прикольно. И сразу одна рука полностью освобождается. Вы можете работать. Ремешок подстраивается под толщину вашей руки. И кроме ремешка здесь есть еще вот такая вот подставочка. Опа! Все, можно фильм осмотреть. Это была первая приблуда к планшету, без которой его сложно использовать в реальных рабочих условиях. Казалось солидной, но это мы пока не видели, как выглядит планшет вот в этом чехле. Теперь планшет реально превратился в какой-то настоящий профессиональный рабочий инструмент. Так и хочется его дать какому-нибудь прорабу или ТСЖшнику и сказать, иди работай. Вот сумочка. Она цепляется на карабинчик. Или как эти, не знаю, правильно называется. Можно отцепить рукоятку и прицепить вот такой вот держатель. И теперь обе руки свободны. У меня просто слов нет. Насколько же это удобно. Смотрите, можно идти и фильм смотреть. Идти и в игры играть, Angry Birds, там еще что-нибудь. Да, в принципе, можно что-нибудь и потяжелее, потому что процессор, количество памяти, экран. Все позволяет и в современные игрушки поиграть. Но все-таки это реальный рабочий инструмент. Берем и пользуемся. Ну что можно? Карту навигации запустить. Идти и периодически поглядывать на карту. Прикольно. Какие-то, я уже про рабов вспоминал, чертежи, еще что-то. Главное, обе руки свободны. Мы при этом еще можем давать указания. Либо семечки щелкать и еще что-то делать. Я не знаю, существуют ли такие чехлы и крепления для других планшетов. Но конкретно вот здесь улефоновцы молодцы смогли удивить, порадовать и показали, как же реально можно использовать вот такие вот устройства. Мало того, благодаря тому, что камеры, все камеры открыты, мы можем также запустить прямую трансляцию и показывать, что у нас под ногами, сколько открытых люков. Либо направить камеру фронтальную на себя и идти в скайпе общаться. Ладно, ладно, скайпом никто не пользуется. В вичате общаться. Ни хао, маисина, ой, как я рада. Супер. Это был планшет Armored Pet 2 от компании Ulefone. Все ссылки в описании. Увидимся в следующих видеороликах. Спасибо производителям. Реально, реально порадовали, удивили. Оба, еще и подставочку сюда замутили. Небольшой обзор номера во время тестирования камер планшета Armored Pet 2. К сожалению, у меня в номере не очень хорошее освещение, поэтому использую дополнительную подсветку. Телевизор. Вот здесь вот я уже снял три распаковки, включая эту. И еще планирую снять две. У меня шторы сейчас закрыты. Давайте покажу, как они открываются. Опа, нажимаем кнопочку. И сами открываются. Это люкс номер, поэтому есть такие вот навороты. Выключаем. Пускай закрываются. Это вы только что уже видели. Большая кровать. Компьютер сейчас рендерит первую распаковку из этого номера. Водички. Было две бутылочки. Одну уже выпил. Микрофон. Камера. Вот тут всякие гаджеты. Это все мои вещи. Вторая тумбочка. Зеркало. Вот так вот выглядит все это. Руки уже трясутся, потому что он тяжеленный. Я тихо говорю, потому что уже час ночи. Зеркало. Еще одно зеркало. Кстати, вот это зеркало, по-моему, с подсветкой. Но мне сейчас обе руки нужны, чтобы случайно не уронить этот планшет. Стабилизация видео есть. Есть стабилизация видео. Я ее четко ощущаю. И душевая кабина. Вот такая вот. Это номер люкс. Ночь стоит 366 юаней. И так снимает основная камера планшета. Фронтальная камера снимает только Full HD. 2К не умеет, в отличие от основной. Это без подсветки, сижу в сумраке. Ну и немножко добавим света. Качество сразу улучшается, да? Да. Ну что ж. Вот так вот снимают камеры этого планшета. Честно говоря, я удивлен. Неплохо, неплохо снимают. Лучше, чем могли бы. Но надо при нормальном освещении потестировать. А не то, что здесь, в сумраке. Я очень приятно удивлен. И видео неплохо пишет этот планшет. И фотографии. Фотографии так вообще четкие. Это Ultra HD режим 48 мегапикселей. Сохраняются быстро. Картинки получаются четкие. Смотрите, зуммируем. Можно разглядывать детали. Правда. Планшеты обычно пишут и фото, и видео хуже, чем обычные телефоны. Даже не камерафоны. А тут прям планшет меня очень удивил. И звук, который вы сейчас слышите, записан с микрофона планшета с помощью приложения диктофон. То есть и звук неплохой. Фото, видео, звук хороши в этом планшете. И динамики громкие. Замечательно. Ну и фронталка неплохо снимает.